Наш общий друг с тобой. Когда меня попросили написать предисловие к его книге, грузинскому изданию, я написала, получился такой эссе, который сейчас я прочитаю, это предварит его выход. Кто же он такой? А вы включите телевизор и точно где-нибудь его увидите? Или про него услышите? Знаменитость он. Его все в аэропортах узнают в любой стране мира, фотографируются, автографы просят. Он про все может поговорить умно, и про балет, и не только, про все. Поспорить может, что не по его, то есть не по самому лучшему, все скажет. И значит, неудобный он тоже, не только знаменитый. И если даже те, кто автографы у него берут и фотографируются, никогда его на сцене не видели, все равно они знают, что он уникальный и, может быть, даже единственный такой, ни на кого не похожий. А стоит имени его появиться на афишах, билеты в кассах улетают, как осенние листья. Бегите, смотрите, он танцует. Он русский танцовщик, гражданин мира, и он грузин. Какая Грузия удивительная страна. Здесь мужчины не только поют чудные задушевные песни, здесь мужчины танцуют, как боги. А то, что он грузин, видно сразу. Волосы, как смоль черные. И непокорный эта копна живет на сцене в каждой его роли своей жизнью. И характер у него, как волосы, непокорный. Непокорный, но и нежный, и теплый для близких, для тех, кто его любит, кто рядом. Вот так была мама. Самая близкая, родная, теплая. До последних дней. Она и оставила ему в наследство чистый выговор русского языка, что для грузина редкость, и тонкую, но прочную ниточку, душевную связь со своей родиной. Грузия — это мама, это сердце, это дом. Дом, где любят, где всегда рады, где ждут. Хорошо бы так было всегда. Хорошо бы всегда его ждали в Грузии, были ему рады так, как ждут его, русского танцовщика, грузина, на любой сцене, в любой стране мира. Пусть прославляет своим искусством Грузию и ту балетную школу, на которой создал грузинский балет другой великий грузин Бахтанг Чабукиани. Пусть, видя его, вспоминают Баланчевадзе, без которого не было бы американского балета. Пусть говорят, что на смену грузину Лавровскому, по-моему, Чикваидзе, пришел уникальный танцовщик. И пусть он станет уже Николаем Максимовичем и займет место педагога. Господь дал ему этот дар. И тогда есть надежда, что из-под его крыла выпорхнут на балетную сцену новые имена. Пусть делает то, что он хочет, то, что ему по сердцу. Пусть продолжает жить в искусстве балета, чтобы в плеяде великих грузин от балета Чабукиани, Баланчина, Лавровского, Цискоридзе, после его имени можно было бы поставить не точку, а запятую. И это в его силах. Коля, я люблю тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Энна-теба, дама-теба, дама-теба, дама-теба. Перевод этих строк от последних. Силзочка, что твой издалека идущий свет обжег меня и замедлил мой путь, но ты всегда направляла меня вперед. Ой, это правда. Спасибо, дорогие мои друзья. Вы знаете, я не мог, конечно, не появиться, потому что с Илзой связана какая-то гигантская жизнь, не могу сказать на сцене, вообще жизнь. И год назад, уже больше чуть-чуть, 11 декабря, был юбилейный концерт Илзы в Большом театре. Правда? 300 лет? 300 лет там у нас. Творческий деятельность. И мы танцевали последний раз балет «Пиковая дама». Мы знали, что это последний раз. И момент, там есть один замечательный, как бы, ну, Илза, все знают, графиня, я Герман. И, как бы, я столько раз, ну, ее все любили, все обожали, все носили на руках, все партнеры. И я это делал во многих спектаклях. Вот в «Пиковой даме» у нас была потрясающая сцена. Я мог Илзы потаскать за волосы. Покажем, как это делать? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я принцесса сегодня, тура. И когда я это сделал на сцене, я так поднял ее за волосы, я подумал, надо же, последний раз. Любя. Я вспомнил, помните, это гениальная фраза из фильма «Фанфан Тюльпан» говорит, «Пощечина королю — мечта всей моей жизни». Но, понимаете, вот есть моменты на сцене, ну, в жизни незабываемых, на сцене их миллион незабываемых. И вот в этой «Пиковой даме» у нас был очень тоже смешной момент. Я нечаянно, ну, в порывах страсти ударил головой Илзы по носу. Но так... Мой греческий нос. Но так, что был страшный треск. История. Илзы льются слезы. И помочь... Ну, ничем в этот момент ты не можешь, потому что надо продолжать танцевать, надо продолжать рвать страсти. И уже после спектакля я говорю, ну как что? Она говорит, ты знаешь, так всем понравилось, я так рыдала. Это было так здорово. Вы знаете, я вам сейчас открою один секрет. Вот мы так стоим с Николаем, а когда мы кланяемся на сцене, я всегда вот так держу его руку. Этого никто не видит, только вы сейчас это видите. Илзунька, я очень счастлив, что мы все-таки хотя бы так постояли. Я действительно очень на сцене. Спасибо, Коля. Спасибо, Тамара. Дорогие мои друзья, это такое подношение дружбы. Спасибо. Илзуша, ты уникальная артистка. И я уверен, что пройдет еще много лет, и мы все равно еще станцуем. У нас есть один балет, который мы можем танцевать и в 85. Мы обещаем, мы его исполним. На 500-летие. Тамара. Все цветы... Тебе. Это тебе. Тамара, это тебе от меня, прошу тебя. Нет, Тамарочка, это тебе. Спасибо. Спасибо вам, дорогие мои друзья. Тамара, Коля, спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Правда, сегодня, наверное, каждый выход на сцену — это подношение дружбы. Правда, это так. И я это чувствую, и такое тепло идет из-за кулис. Но, вы знаете, я часто задавала себе вопрос, какое искусство выше. Вот пела хибла «Голос», вот пела Тамара «Душа и голос», вот был танцовщик блистательный, мой любимый друг и партнер. Какое искусство выше? Какое искусство может заставить зрителя подняться на какую-то большую духовную высоту? Я не знаю, ответа нет. Наверное, все зависит от личности, от того, кто трансформирует зрителю какое-то искусство. Но вот однажды, я никогда не забуду этого момента,